Доброе утро! На прошлой неделе мы поддержали уругвайскую сборную, а она победила. Но согласитесь, что решать исход футбольного матча нужно на поле, а не на кухне. Поэтому на этой неделе мы сохраним нейтралитет и не будем вмешиваться в ход футбольной баталии. Мы приготовим блюдо, которое есть и во французской, и в перуанской кухне. Карамельный фланг. Для блюда понадобится пол-литра кокосового или коровьего молока, 50 граммов сахара, 3 яйца, ваниль, кокосовая стружка и небольшое количество сахара для карамели. Французы готовят фланг на коровьем молоке перуанцы на кокосовом. Вы можете использовать любое и даже смешивать их. Если будете использовать кокосовое, то наш десерт получится не только безглютеновым, но еще и безлактозным. Ну а начинать в любом случае нужно с карамели. На сухую сковороду высыпьте сахар и расплавьте его до темного оттенка. Первое правило карамели гласит, никогда не перемешивайте карамель, иначе она кристаллизуется. И да, подготовьте формочки заранее, потому что работать с карамелью нужно быстро. Готовую карамель разлейте тонким слоем по формам. Пока карамель застывает на дне форм, мы займемся самим фланом. Для этого нам нужно 3 яйца смешать с сахаром, ванилью, кокосовой стружкой и очень горячим, почти кипящим молоком. Разливаем наш флан по формочкам с застывшей карамелью. Готовить флан будем на водяной бане, поэтому наливаем в противень горячую воду и отправляем в духовку на 30-40 минут при 180 градусах. Ну что ж, у нас почти все готово. Флан запекся и провел несколько часов в холодильнике до полного остывания. Проведем ножом вдоль края формы, чтобы его легче достать. И переворачиваем. Волнительный момент. Та-дам! Наш карамельный флан готов. Приятного аппетита, наслаждайтесь футболом и увидимся!